приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня будет интересная тема нашел в интернете некоторый материал буду его зачитывать и давать свои комментарии по этому поводу существует гипотеза что в древние времена на земле была некая про раса первичная раса которая называлась старшая раса называли по-разному от нее исходят название эльфов асов дивии люди славяне их называли больше десятка лет назад в альпах нашли некого замороженного человека он прекрасным образом сохранился потому что находился при носовой температуре очень много времени как известно глубокая заморозка она сохраняет очень неплохо ткани вся одежда и снаряжение которая была при нем осталось в отличнейшем состоянии как был найден этот человек была проведена экспертиза и сначала подумали что это некий замерзший турист горнолыжник потом оказалось что этот человек был очень странным образом одет было выдвинуто предположение что этому человеку около пяти тысяч лет возраста по предположениям современных ученых люди такого возраста должны были выглядеть совершенно иначе они должны быть похожи на всякого рода пяти кантропов там и карманьонцев до неандертальцев а на самом деле этот человек был очень неплохо сложен и был точной копией европейского человека который современное время проживает на наших пяти континентах его одежду обувь и личные вещи не смогли идентифицировать не смогли отнести их ни к одной из известных культур когда сделали компьютерную томографию этому замерзшему человеку выяснилось что он отличным образом подходит под внешность европеоид также было интересно узнать то что при исследовании этого скелета и его тканей и костных тканей выяснился некий парадокс который в современной медицине и современное время не встречается этому человеку примерно было 40 лет но его костная мышечная структура соответствовала человеку который только что скажем так начал переходить в переходный возраст ученые предположили что его возраст полного формирования будет около 100 лет вот и от этого появились мифы о вечно молодых там эльфах я какой-то прорассе которая была до нас и которая была вечно молодыми в разного рода мифах и легендах говорится что там люди жили по тысячи лет до хочется сказать свое мнение по этому поводу дело в том что все что они здесь нашли и описали это на самом деле правда почему я так думаю много лет уже всю жизнь изучая вот эти вопросы молодости и как оставаться молодым как прожить дольше как прожить там 200-300 лет и и прочее я самого детства занимаюсь этими вопросами мне это очень нравится я все это испробую на себе и я постоянно скажем так занимаюсь вопросами молодости изучая древние культуры все эти мифы легенды в особенности индийские беды в которых вообще кладези информации я постоянно о них упоминаю до нашей эпохи была другая эпоха где люди жили тысяча лет по меркам той эпохи вот этот человек которого нашли во льдах он родился буквально вчера можно сказать ему четыре года по нашим меркам примерно было бы сейчас четыре года но ему 40 лет не все так просто было в прошлое время срок жизни человека был тысяча лет это обычные вещи которые были раньше теперь никто не поверит в то что человек может прожить там и под 200 лет и по 300 потому что примеров такого нету и никто не видел ну во всяком случае в средствах массовой информации такого нет но на самом деле конечно же есть такие случаи но это все очень-очень редко и это очень-очень и все засекречено узнают о таких случаях то начнется что-то нехорошее а это никому не нужно древнее время люди уже по своей структуре они формировались еще у них костная структура и все тело они формировались в современное время человек двадцати годам уже он полностью сформированный на как говорится в ведах в прошлую эпоху все было увеличено в десять раз срок жизни был увеличен в десять раз я не точно понимаю эту информацию но все законы были увеличены в десять раз то в том числе срок жизни человек его психофизические способности то есть этот человек прошлого поколения он примерно был в 10 раз умнее у него была память мощная и это только начало можно только предполагать какими они там владели способностями и этот человек ему около пяти тысяч лет назад а это говорит о том что он человек жил еще до потопа это очень интересный случай нахождение человека который сохранился настолько долго то есть я так предполагаю он был найден на вершине альпа этот человек каким-то образом попал еще в эпоху прошлую эпоху до потопную его срок жизни составлял около тысячи лет то есть ему суждено было прожить около тысячи лет он прожил 40 лет то есть он по меркам прошлой цивилизации вообще был новорожденным можно сказать человеком почему-то он попал при каких-то обстоятельствах в эти горы и там замерз тут уже можно предположить что уже до потопа в альпах был лед более чем уверен что он пережил всемирный потоп когда вода подымалась на многие километры вверх то есть этот человек замерз еще до потопа пережил всемирный потоп когда вода сошла под люди все распространились по земле а этот человек все остался лежать в этих альпах многие мифы ходят о старшей расе старшая раса отличалась от человека нашего времени роста ее представители были очень высокие они всегда были стройны красивые и казались вечно молодыми вот от этих всех раз и пошли современные там эльфы да всякие там орки и прочее и прочее по мифам они жили минимум 500 лет а по другим источникам они и вовсе являлись бессмертными если обратиться к индийским ведом там говорится что вот этих древних каких-то людей или вообще гуманоидного типа существ их относили вообще к разным ипостасям на самом деле видах говорится так что есть люди есть боги люди и боги они как ни странно довольно таки похожи похожи они своим внешним видом то есть боги и люди они выглядят абсолютно одинаково как ни странно так описывается в индийских видах существа они скажем так не совсем понятное в современное время и мне они тоже не совсем понятны но во многих мифах легендах и вообще в ведах говорится что боги были очень похожи на людей именно гуманоидного типа есть две руки две ноги голова туловище и глаза там и все такое все признаки человека гуманоида но отличие было о том что боги жили очень очень много их чуть ли не были там бессмертность а их сроки жизни точно не говорится в ведах кто говорит что они были бессмертные кто говорит что они очень очень долго жили а потом в конце жизни там давали потомство умирали и скажем так люди же по описанию ведах харата варши которые жили они всегда проходят четыре временных отрезка и в одном из которых они живут почти бесконечно от минимум от ста тысяч лет а потом в конечном итоге живут сто лет как мы сейчас мы находимся в этом конечном отрезке да нам не повезло мы находимся в калий юге есть некая существенная разница между людьми и богами но в то же время они очень похожи сами по себе есть некое условие когда человек может стать каким-то там богом это уровень божественный в славянской мифологии этих людей называли дивами или самовилами или сама дивами а таких людях упоминается в слове о полку игореве где есть цитата див кричат на верху древа понятное дело что слово див происходит от слова дива то есть чудо дивами называли людей с прекрасной наружностью у женщин были волосы до 5 которые были постоянно распущены в основном эти люди обитали в горах и строили себе дома на деревьях то есть я так понимаю что этих людей называли дивами потому что диви люди потому что после всемирного потопа несколько тысяч лет назад был такой переломный переходный момент когда остались люди из прошлой эпохи и когда уже рождались современные люди большой разрыв произошел между людьми которые пережили всемирный потоп у них срок жизни еще составлял около тысячи лет и у них очень был огромный рост по три метра и выше у них рождались дети в новой эпохи которая не дорастали до их роста и не жили такое продолжительное время через несколько сотен лет уже может быть и больше может быть лет 500 сформировалась из-за детей тех гигантов сформировалась собственно говоря наша вид современного человека который имеет рост около двух метров ниже и срок жизни около 100 лет и эти гиганты они еще доживали своей жизни около тысячи лет после потопа те кто родился сразу перед потопом они еще доживали свою тысячу лет как говорится во многих источниках и текстах общество формировалось по такому типу что были гиганты да ваше высочество их называли на и были люди уже современные то есть многие конспирологи об этом говорят что люди воевали с гигантами какими-то и постоянно были большие скажем так распри между гигантами и современными людьми вот чем дело куда ушел старший народ свидетельство о встречах с представителями старшего народа окончилось приблизительно в 15 16 веках собственно говоря о чем я и говорил то есть около тысячи лет после всемирного потопа ну или чуть больше да при определенных условиях когда они жили там строили пирамиды которые накачивали им энергетику они еще могли рожать на свет людей которые жили ну еще там по лет 500 и вот все это продолжалось до 15 16 века конечно современная хронология она полностью переделана и на самом деле не понятно сколько лет прошло после всемирного потопа но все говорят примерно около двух тысяч лет или чуть больше вот такая была тема сегодня с вами был белогор всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал если вам нравится мои видео ставьте лайки всем спасибо и пока